Друзья, привет! Наконец-то я выпускаю настройку под ключ ТВ-приставки ТОКС-3. Я знаю, что многие из вас очень ждали этого момента, когда они смогут настроить приобретенную ранее ТВ-приставку, которую я рекомендую как самую лучшую среди бюджетных ТВ-приставок. Действительно, ТОКС-3 мог бы стоить и подороже, учитывая, что сейчас у меня уже на руках вторая ревизия, где вы знаете, что произошли изменения в области охлаждения ТВ-приставки, был заменен радиатор, он был закреплен на заклепках, соответственно, теперь практически исключен вариант брака при сборке этой ТВ-приставки на заводе, при доставке почтой. Поэтому ТОКС-3 стал еще лучше, и раньше он возглавлял рейтинг приставок в бюджетном сегменте, теперь эта модель уже однозначно закрепилась на первом месте. Ссылка на эту ТВ-приставку будет находиться в описании к этому видео. Если вдруг в процессе настройки, с которой вы решите ознакомиться, вам этот ТВ-бокс приглянется, можете перейти по ссылке и заказать этот ТВ-бокс на всем известном сайте. Почему вообще выпускаю настройки на ТОКС-3 и на Югус-систему? Вы знаете, что Югус – это разработчик прошивки на ТОКС-3. У Югуса сейчас самые лучшие прошивки на ТВ-приставке. Дело в том, что как ТОКС-3, так и все Югус ТВ-боксы качественно отличаются в плане прошивки от тех же производителей Микул, Таникс и прочих, конечно же, ноу-нейм приставок. Все дело в том, что прошивка тщательно проработана, и вы в рамках этого видео посмотрите, насколько тонко можно настроить свой ТВ-бокс для работы, для того, чтобы получить наилучший комфорт. Остальные ТВ-боксы, например, тот же Микул, такой уровень комфорта предоставить вам не в состоянии, который предоставить готов даже ТОКС-3. Естественно, для того, чтобы полностью реализовать свой потенциал, необходимо будет приобрести R-мышь, как и на ТОКС-1. ТОКС-3 поставляется без R-мыши. Стоит она в районе 700-1000 рублей. Я рекомендую модель Q2. Ссылка также будет находиться в описании под видео. С помощью R-мыши вы сможете управлять курсором, перемещая просто запястье вместе с этой R-мышью в пространстве. Очень удобно. Для тех, у кого никогда не было такой удобной R-мыши, я думаю, что станет некоторым откровением, что существует такое удобное устройство. Помимо вот этого гироскопа, есть еще голосовой поиск, с помощью которого вы сможете искать различный онлайн-контент в легальных сервисах. Также с помощью этой R-мыши мы будем программировать полуавтоматический формрейт, который появился на ТОКС-3 и на Юго-системах относительно недавно. И он является самым лучшим способом переключения частот для получения плавного видео в любом приложении и при просмотре абсолютно любого контента. В этой настройке будет затронут и выбор оформления интерфейса, будет затронут и выбор проигрывателя и, конечно же, что самое главное, мы с вами настроим систему как раз-таки на вот этот комфорт, за который вы, по сути, деньги заплатили, когда приобретали этот ТОКС-3. Видео по настройке получилось действительно большим, я сделал его максимально подробным, исходя уже из опыта тех вопросов, тех комментариев, которые вы оставляете под подобными видео по настройке. Что-то вам непонятно, решил остановиться на каждом пункте более подробно, поэтому рекомендую ознакомиться всем, у кого есть ТОКС-3. И, конечно же, подписывайтесь на канал, потому как эти настройки, они будут выходить постоянно, как только будут изменяться какие-то моменты важные в прошивке, я всегда перевыпускаю эти ролики по настройке. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Саму настройку вы найдете на Дзен-канале, ссылка будет в описании под этим видео. Дело в том, что YouTube несколько моих видеороликов по настройке заблокировал с перспективой блокировки всего канала, поэтому мы с вами переходим на Дзен и смотрите этот видеоролик там, в полной версии, там будут отображены уже все нюансы. И на Дзен-канал тоже обязательно подписывайтесь, вы видите, что пока на данный момент, по крайней мере, пока ничего не изменилось в моем общении с YouTube, мы будем смотреть с вами настройки на Дзен-канале. Напоминаю, ссылка в описании под видео, как и на Дзен-канал, как на TOX3, так и на RMHQ2, переходите в описание и встречаемся уже на Дзене.